Необходимость современных пользователей в дешевых ноутбуках вполне очевидна. И особенно она очевидна, если мы говорим про дешевые игровые ноутбуки. Но ситуация последних двух лет с майнерами, биткоинами и всей этой криптовалютой привела к тому, что цены на компьютеры взлетели до каких-то невероятных высот. И сегодня найти относительно недорогой ноутбук, на котором можно играть в привычные для нас всех игры на ПК, сложно. И мы уже вам показали один ноутбук от компании Lenovo Legion, который попадает в ценник до 1000 долларов и дает вполне крутой игровой опыт. А сегодня мы покажем его конкуренты от компании Asus. Новая линейка TUF Gaming, которая делает ровно то же самое. Покрывает задачи геймеров за маленькие деньги. Asus TUF достаточно большая линейка и в ней есть, конечно же, разные модификации. У нас на тесте самая дешевая из них это Asus TUF 504G. И он имеет в себе совершенно стандартные характеристики, но о них мы будем говорить чуточку позже. И первое, о чем хочется поговорить, это о том, как ноутбук выглядит, из чего он собран и что вы получаете за сравнительно небольшую сумму денег. Начнем с того, что ноутбук целиком и полностью пластиковый. И сзади хоть и есть что-то похожее на металл, но я, честно говоря, до конца не уверен в том, металл это или нет. Даже если это и не металл, это тоже можно простить. Задняя крышка тоже не имеет никаких изысков, но надо признать, что она красивая. Вообще, в принципе, любого рода ноутбуки игровые сегодня стараются делать красивыми как и сверху, так и снизу. И для меня было большим удивлением, что здесь, если и есть прорези под охлаждение, они не гигантские, пыль в них не забивается. По правой грани здесь, кроме замка Кэнстингтона, вообще ничего нет и, естественно, разъем под динамики. С левой стороны у нас россып разных разъемов, их здесь просто куча. Порт питания, стандартный для Asus RJ45, HDMI и 3 USB разъема, а также комбинированный разъем под наушники. Вполне стандартный джентльменский набор для того, чтобы подключать все, что вам нужно к этому ноутбуку. Но на чем же, собственно говоря, Asus экономила при том, как создавала этот ноутбук? Если мы раскрываем ноутбук, то здесь все тоже очень стандартно. Это обычная клавиатура с красной подсветкой, что неудивительно, мы же якобы игровое решение. Обычный TN-дисплей с достаточно низким рефреш-рейтом, и это хорошо. Он не имеет рекордных углов обзора и достаточно большие у него засветы, если вы смотрите на него сбоку. Но опять же, за эти деньги и в этой ценовой категории это совершенно нормально. Что вот, например, меня удивило, то что дизайнерские исхищения есть и внутри. Это не просто прямая поверхность клавиатуры. Здесь какие-то прикольные узоры и углы, и это все смотрится достаточно прикольно. И что мне особенно понравилось, то что это неоднородная материя, и на ней не так сильно будут появляться пятна. Дело в том, что когда вы длительное время играете за игровыми решениями, особенно если они дешевые, то в районе нахождения ваших ладоней через полгода-год появляются небольшие черные пятна. Это пот, это трение регулярное в этих местах, и это приводит к тому, что ноутбук выглядит плохо. Вот здесь я, конечно, не могу сказать, как он будет выглядеть через год. Мне для этого нужно год им попользоваться. Но чисто визуально, вот как выглядит корпус, вот эта часть, она вызывает доверие. Я не знаю, я на многих ноутбуках играл, и здесь тоже остаются пятна от использования, но они не такие ярко выраженные, и достаточно легко стираются обычной тряпкой. И это круто. На чем же все-таки сэкономила Asus? А сэкономила она на самом деле на двух, на мой взгляд, не самых важных вещах в игровом ноутбуке. В первую очередь она сэкономила, конечно же, на его толщине. И поймите меня правильно, это не супертолстый ноутбук. Он всего лишь 2,5 см в высоту, и это нормально. То есть и вес у него вполне вменяемый, как для 13-дюймовой модели. Но этот ноутбук не пытается быть тонким. И это, наверное, хорошо, если мы учитываем его ценник. Второй момент, который здесь явно плохо сделан, это звук. И я говорю сейчас про звук из динамиков. Давайте сойдемся на то, что он здесь есть. То есть из динамики звучат, они извергают звук. Это не проблема, потому что в любом случае любой человек, который будет покупать этот ноутбук для игр, в первую очередь играть будет в наушниках. И со звуком в наушниках здесь проблем никаких не возникнет. Но нужно помнить, что разъем здесь комбинированный. Поэтому если ваши наушники имеют раздельный штекер, один под звук, один под 3,5 под микрофон, то нужно иметь с собой переходник. Иначе вы не сможете подключить внешний микрофон. Кстати, о микрофонах. Их здесь тоже много. Их тут аж 4 штуки сверху. И можно использовать стандартный микрофон, если у вас вдруг нет своего. Хорошей новостью было еще и то, что он практически не ловит шумов от системы охлаждения. Которая здесь, кстати, довольно тихая. И за все время эксплуатации у меня не возникало желания усилить ее. Благо это можно сделать обычными функциональными клавишами. Fn плюс F5 дает нам более усиленное охлаждение самой системы. Помимо звука и, собственно говоря, все, что касается толщины и корпуса, экономия, в принципе, заканчивается. Самое интересное то, как он ведет себя в играх. И мы поиграли в достаточно большое количество игр. Это PUBG, это Dota 2, это CS GO и напоследок я еще запустил Quake Champions. И вот какие результаты мы получили при тестировании этого ноутбука. CS GO традиционно выбивает самые интересные показатели среди всех игр. Оно и неудивительно. Игра не новая и хорошо оптимизирована. И на максимально возможных настройках самый минимальный FPS, который мы получили, это 41. Максимальный был 170, а средний показатель равняется 113 кадров в секунду. Что более чем достаточно для комфортного нагибания в мультиплеере. Танки, в свою очередь, тоже показали очень хороший результат. Минимальное количество FPS это 32, максимальных 65 и средний показатель был 51. Мы играли в HD версию танков и, опять же, в максимально возможных настройках графики. Бессмертная Dota 2 тоже показывает хороший результат. Опять же, неудивительно, потому что движок у нее такой же, какой CS GO. И несмотря на то, что Dota 2 в последнее время переживает массу патчей и на многих компьютерах работает довольно нестабильно, здесь мы получили результаты следующего характера. Минимальное количество FPS 54, максимальное 106 и средний показатель 82. И надо понимать, что все три игры мы тестировали в максимально возможных настройках со всеми включенными постэффектами и сглаживанием. И если все эти ухищения выключить и оставить лишь только четкость картинки и минимум спецэффектов, и если вы желаете добиться максимально возможного FPS, то это тоже возможно. В том же самом кейсе мы можем получить цифры за 200, в Dota порядка 150 кадров в среднем. Это возможно при этом железе. Последней игрой теста была PUBG, которую мы играем на каждом ноутбуке, который попадает к нам на тест. И здесь получилась интересная ситуация, потому что по неизвестной для меня причине Fraps отказывался записывать средние показатели FPS во время игры PUBG. Не знаю, возможно что-то изменилось в самой программе, либо PUBG как-то странно обновился, но конкретно на этом ноутбуке нам это сделать не удалось. Однако, если мы выставим средние настройки графики и уберем сглаживание, в PUBG мы получаем стабильных 50-60 кадров в секунду, в том числе и в замесе. Просадки мы чувствуем только в момент высадки с самолета, когда впервые прогружаются карты. При этом какой-то особой разницы в кадрах в секунду, вне зависимости от той карты, на которой вы играете. То есть это может быть Азерель, либо Миромир, либо Новый Шенкок, то по большому отчету не важно, где вы будете это делать. Кадры у вас всегда примерно одинакового количества. С этим железом также можно вполне играть в большинство новинок игровой индустрии формата ААА. Тот же самый Call of Duty Black Ops 4, либо свежевышедшие игры в этом году, любого порядка на этом компьютере запустятся. Понятное дело, они запустятся не в максимальных настройках графики. Понятное дело, это будет не 4К 16-кратное сглаживание, но что-то близкое к консольному качеству на этом компьютере сегодня реально получить при разрешении Full HD и в районе 30-40 кадров в секунду. Конечно же, эти цифры будут разняться от игры, но в любом случае у меня язык не поворачивается, называть этот компьютер плохим. Что в итоге мы имеем? Компьютер стоит очень маленьких денег и из серьезных недостатков, на мой взгляд, у него их только два. Это не очень качественные колонки и не самый хороший экран в данном классе. Но опять же, дисплею дисплею рознь. Если мы до этого использовали какой-нибудь совершенно домашний ноутбук а-ля для учебы и для развлечений, то этот вам покажется просто самолетом. Ну и нужно понимать, что у него действительно приятный дизайн, он не выглядит как что-то архаичное из 2010-го. И это классно. Большинство мультиплеерных проектов сегодня на нем работают без особых проблем. И я не знаю, чего еще желать от игрового ноутбука за такие деньги. Последнее, о чем хочется сказать. Небольшая проблема, с которой мы столкнулись при использовании этого ноутбука, дело в том, что он поставляется без операционной системы. И, соответственно, означает, что Windows нужно установить самостоятельно. И Windows-то мы поставили, но столкнулись с проблемой драйверов. И, казалось бы, что может быть сложного в установке драйверов в 2018 году? Оказалось, что может быть. Дело в том, что Asus по какой-то причине либо ставит некорректный драйвер на официальном сайте, либо я не знаю, как это связано. Но после того, как мы установили все драйвера, которые были на официальном сайте для этого ноутбука, у нас по непонятным причинам не переключалась графика со встроенной на 1050, которая есть здесь внешне от NVIDIA. И проблема решилась вообще не очевидно. Как только мы поставили сюда драйвер Solution Pack, всеми народный любимый набор драйверов, именно он справился с задачей и выставил корректные драйвера для Intel и NVIDIA графики. После чего компьютер стал корректно переключаться с графики на графику. С проблемой с лотуней есть не только мы, поэтому мы решили об этом вам сказать. Если вы вдруг планируете покупать этот ноутбук, чтобы вы не пугались и знали, как эту проблему решить быстро. Я думаю, что Asus в кратчайшие сроки решит проблему на сайте, потому что проблема общего характера, и они описали не только в СНГ, но и на Западе. Поэтому рано или поздно проблема будет решена. На этом каких-то серьезных недостатков у ноутбука по большому счету нет. Протестировать и приобрести его можно в наших магазинах, либо опять же в нашем интернет-магазине по ссылочке в описании. Хорошего вам дня, яркого настроения и играйте только на хороших гаджетах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok